Я обещал о том, что будет часть вторая проповеди моей темы, зачем я иду в церковь. Еще раз говорю то, что я говорил раньше. Извините, если где-то что-то скажу прямо и не так, как вы понимаете. Лежит на сердце, и я с этим делюсь. Поэтому сегодня мы будем говорить, это наша вторая часть, зачем мы идем в церковь. Вы помните, о чем мы говорили в первой части? Это мы говорили, начинали на примере баба. Помните бабу? Все запомнили. Баб. Баб, да. There was an example of grandma. No, баба. Robert. Oh, Robert. Окей, точнее. Мы говорили о том, что можно посещать церковь. Можно принять водное крещение. Вы участвовать даже в вечере Господней. Быть частью различных церковных программ, мероприятий и служений. Но при этом не знать лично Бога. Это возможно. Значит, мы говорили о том, первое, о том, что в жизни нашей нужно иметь личную встречу с Богом. То, что происходит между человеком и Богом. Встреча, от которой изменяется вся жизнь. Меняется мышление, приоритеты. Происходит рождение свыше. И человек встает новым творением. И это то, что может сделать сам Бог. И Его спасающая благодать в нашей жизни. Мы говорили о том, что есть очень большая опасность называться христианином и быть вне церкви. Потому что за нами сыщет наш враг, дьявол, он хищник. Потому что за нами сыщет наш враг, дьявол, он хищник. Потому что наш враг, дьявол, он постоянно искал, ищет кого поглотить. Дорогие мои, но если так случилось. Что кого-то в одиночку дьявол поймал. То мы должны поступать по примеру Моисея. Который был там, стоял вместе, или был на горе, который молился за народ Божий. Или в тот момент, когда Маликитяне нападали, и Моисей стоял в проломе, поднимая руки, молясь за народ. И когда он молился, тогда была победа за Израилем. Нам нужно, нам нужно, в тот момент, когда приходит проблема в жизни людей, предстоять пред Богом в молитве. Помочь человеку вырваться. Не стояться смотреть просто в стороне. Но принять и помочь, чтобы этот человек восстановился. И еще одно, о чем мы говорили, это основываясь на словах апостола Паула. Почему мы идем в церковь. Что мы делаем в церковь, когда приходим. И первое, что мы, о чем мы смогли коснуться в прошлый раз. Когда мы идем в церковь, мы поем. Дорогие мои, мы все поем. Все до одного должны петь, даже дети. Есть песни, которые назидают нас. Укрепляют, утешают. И есть песни, которые восхваляют Бога. И есть, также мы говорим о том, что есть новые песни, это новые сезоны. Приходят новые времена, где будут новые песни. И мы должны петь разные песни. И старые песни, и новые. Песни, которые назидают нас. И песни, которые прославляют Бога. Мы не должны от этого закрываться. Потому что Бог хочет нашей славы. Чтобы мы славили Его. Я призываю всех нас. Когда мы сходимся. Да будет наше сердце открыто. Наш разум настроен для того, чтобы петь. И дух наш готов для того, чтобы прославить Бога. И также назидать друг друга. И следующее, на чем я хотел бы остановиться, это слушание Слова Божьего. Мы возвращаемся к тому же самому тексту. Мы возвращаемся к тому же самому тексту. 1 Корнифянам 14, 26. 1 Коринфянам 14, 26. И также, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, о чем мы говорили. Есть поучение. Псалом и поучение. Итак, Господу угодно, когда мы собираемся, чтобы мы изучали Слово Божие. So, it's pleasing to the Lord, when we get together, so we will study Word of God. Когда Слово Божие читается. When Word of God is being read. И прилагается к всему толкование. И мы говорим о том, что Бог открывает именно сейчас для церкви. Не один раз Бог, обращаясь к людям, говорил о том, что Его Слово на земле для людей будет играть огромнейшую роль. That His Word here on earth will play a huge role for people. It will have a huge power and meaning. Через Его Слово человек будет познавать Бога. Through His Word, a person will get to know God. Через Его Слово Бог будет говорить к людям. Through His Word, God will speak to people. Через Его Слово Бог будет открываться. Through His Word, God will be revealing. Через Его Слово жизнь людей будет изменяться. Through His Word, the life of people will be transformed. Через Его Слово человек будет расти духовно. Through His Word, a person will grow spiritually. Через Его Слово человек может узнать о прошлом, настоящем и будущем. Through His Word, a person is able to find out of past, present and future. Через Его Слово будет судить человека в последний день. Через Его Слово, жизнь человека будет наполнена миром, любовью, надеждой. Through His Word, a life of a person will be filled with peace, hope and love. Радостью и утешением. Его Слово есть истинный свет в жизни человека. Его Слово — это меч духовный, это победная жизнь. Друзья мои, если Слово Его имеет такое огромнейшее значение в нашей жизни, то насколько важно нам погрузиться полностью в Его Слово. Полюбить Его Слово всей нашей душой. Слушать Его всем нашим сердцем. Потому что Слово Бога — это Сам Бог. Я хочу предложить вам сейчас один текст, который очень тронул меня. Я читаю только по-русски, потому что он чуть длиннее. В Дниемии, 8 глава, 2 и 3 стих, и потом 8 и 9. Первый день седьмого месяца священник Езда принес закон на собрание, где приступили мужчины и женщины и все, кто способен понимать. Он читал его вслух с рассвета до полудня на площади, перед водными воротами, пред мужчинами и женщинами и прочими, кто мог понимать. И уши всего народа были преклонены к книгу закона. Они читали из книги Божьего закона, поясняя и истолковывая, чтобы народ мог понимать прочитанное. Тогда Ниемия, он же Тиршафа и книжник Ездра, священник и левиты, утешавший народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не плачьте и не печайтесь, потому что весь народ плакал от слушания слова закона». О чем говорит нам этот текст? О том, что когда читалось Слово, уши всего народа были преклонены к книге закона. Я хотел бы выделить это слово. Уши всего народа были преклонены к книге закона. Преклонить ухо, значит, напрячь слух. Внимательно слушать и выслушать. Можно сказать, до конца. Выслушать до конца. Я хотел бы также, чтобы мы прочитали Пречты Соломона 4.20. Пречты Соломона. 4.20. «Сын мой, слова мои, внимай речам твоим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их и здравие для всего тела». Здесь автор говорит о том, что для слова нужно внимание. Слушание преклонить ухо свое и видеть глазами своими. Говорят, что информация в человека поступает через два источника. То, что мы слышим и то, что мы видим. Важно читать и слышать. Когда мы видим и мы слышим, информация запоминается больше, это два источника. Из прочитанного Неемии мы видим также, что Слово, оно читалось, пролагалось толкование, то есть истолковывали, и Слово достигало людей. Оно достигало их несердец. Чтение закона толкования Слова Божьего. Желание слышать. Внимательное слушание. Открытое сердце привело народ к тому, что народ начал умоляться и сокрушаться. Народ плакал, потому что касалось Слово Божье. Знаете, что было тогда? Жажда, страсть по Слову Божьему. Нет времени углубляться, почему именно в этот период такая жажда была. Но жажда и страсть по Слову Божьему она что-то производит внутри. Да, она касается. И жизнь изменяется. Знаете, два момента, которые производят нас желание и жажду читать и изучать Слово Божье. Это постоянное чтение Слова Божьего. Это когда Давид говорил размышляй об этом день и ночь. Это когда для тебя Слово Божье это самый высший авторитет. Это когда ты его изучаешь и ты углубляешься и живешь этим Словом. Тогда эта жажда просто не проходит. Хочется больше узнать Бога. Ты просто наполнен этим Словом. Оно пред глазами твоими. Ты его слышишь. Ты о нем рассуждаешь. И второе в жизни нашей, когда приходит жажда читать Слово Божье. Это когда приходит испытание в жизни. Это когда все зажимается. Это когда трудно встает. и ты понимаешь, что есть единственный выход. Это Бог и Его Слово. И ты начинаешь пребывать в Божьем Слове. То и то работает. Но лучше, братья и сестры, чтобы мы это делали доброходно всем сердцем. Когда с утра мы поднимаемся, нам хочется читать Слово Божье. Нам хочется слышать Его. Когда мы идем в церковь, наше сердце настроено, наш разум услышать Слово от Бога. не где-то мыслимой быть вне церкви, но быть здесь, телом, духом, душой, услышать, что Бог говорит мне сегодня. Это очень важно. Мы живем период большого изобилия и большого достатка разной духовной информации. различных проповедей, толкований и все, что только можем услышать. Только Google набрали, все есть. А YouTube даже слушать можете. Мы пересыщены информацией. Это не то, что когда было в дни наших отцов, что они передавали по листочку и переписывали Евангелие. Здесь у нас только несколько секунд и уже мы смотрим Слово Божие. Мы пересыщены иногда и уже не знаем кого слушать, кого не слушать. Иногда мне кажется, что мы больше хотим слушать самого проповедника, чем Слово от Бога. и выбираем кого, чтобы послушать того или того. И она бывает, у нас есть определенная симпатия к кому-то, а кому-то нет. Но не по моему вкусу, говорит. Не имеют такого большого образования в этой сфере. Ни красноверчивый. Ничего особого глубокого не откроет. И можно где-то умысленно уйти в сторону. У нас есть несколько вариантов здесь. Мы можем так незаметно во время служения, во время кого-то, кто проповедует, оказаться на соцсетях. Мы телом здесь, но разум где-то там. Потому что не тот проповедник, которого я ожидал. Или иногда еще можно нам трое варианта где-то поговорить с друзьями где-то там на коридоре, в фойе или на улице. Друзья, я не говорю сейчас за нашей церковью, вы не подумайте об этом. Я говорю вовсе, говорю за другие церкви. Это нас, наверное, не касается. Мы можем иногда быть телом здесь, а нашим разумом, душой где-то там. И здесь нам очень важно, что нам нужно делать. Дорогие мои, самое важное у нас еще, то есть еще один вариант, извиняюсь, еще один вариант. Это просто остаться в церкви здесь. Нашим разумом, нашей душой, нашим духом, нашим телом. И все же сказать, Господи, я здесь. Я здесь, и читается я хочу услышать от Тебя. Я верю, что Бог может проговорить каждому в служении. Аминь. Кто верит, что Бог может проговорить даже через детей. Через соседа. Через жену. Это обычно. Даже в Слове Божьем мы встречаем через животных Бог мог говорить. Дорогие мои, Бог может проговорить тем более для проповедующего Слова Божия. Если наши уши открыты, услышать у нас желание услышать от Бога. Вы знаете, я как пастор очень так переживательно отношусь к тому, ну как идет проповедь. А когда была возложена ответственность, то я переживаю. Вам откровенно А когда бывает еще гость, наполовину знаем и больше еще переживаю. Иногда бывает, знаете, ну то есть хочется, чтобы Слово было очень глубокое. А на следующий раз еще глубже. А потом еще глубже. И чтобы Церковь входила в глубину и они переживали глубокие такие откровения. И я об этом переживаю. И я знаю, что не только я, а другие служители. Потому что не всегда так идет, как хочешь. И не всегда бывает так красноречиво кто-то может выразиться. И я об этом иногда переживаю. и вот однажды мне позвонил один пастор. Он как говорит, я сейчас в Атланте хочу встретиться. Он с другого штата. Проезжал или был здесь по делах. Я с ним встречаюсь. Имею ли я такой кофе мы общались. И потом он мне говорит это было слово от Бога. Он мне прямо сказал прямо в мое сердце, мое сознание, мой разум. Он сказал такие слова. Говорит пастор Виталий. Я проанглийский прочитываю, а Владимир переведет. Church is not about most powerful and very deep preaching. Церковь не есть самая сильная або глубокая проповедь. Не самое основное это глубокое слово. или наилучшее прославление. Or the best worship. But church is about the salvation and healing of broken hearts. Але церковь связана и с спасением и исцелением сокрушенных сердцев. Церковь это не только о том, что было только глубокой проповедь. Church is not only to have a deep sermon. Самое лучшее прославление. самое лучшее все настроено. Но церковь это для того, чтобы люди получали здесь исцеление, спасение, обновление силы Божью. Хотя глубокое слово, оно очень важно. Я помню, когда-то я готов проповедь. И знаете, иногда ты чувствуешь так, ну, очень уверенно, что готов. Но в тот момент было очень сложно подготовить. Это было в период ковида. И все же я подготовил, и я говорил то слово. И знаете, братья проповедники меня сейчас поймут. То слово, оно просто у меня не пошло. Я был настолько внутри подавлен, и у меня даже связки не было нормально. Связки не было нормально между мыслами. то есть моменты есть, которые иногда мы переживаем. Ты говоришь, оно где-то не идет. Я сошел сцены, я был очень так подавлен. И говорю внутри, Виталий, надо лучше готовиться. Это никогда не было в моей жизни. Сразу мне приходят две смс. две смс-ки в ряда о том, пастор Виталий, благодарим за слово, оно конснулось, это было слово ко мне, коснулось меня. Это первый раз, когда мне в жизни кто-то таксанул по вопросу месседжа. И я понял, что Бог что-то делает больше, чем мы думаем. Слово Божие имеет огромнейшую силу. И мы не знаем, кто в чем нуждается сегодня. Поэтому есть что-то больше, дорогие мои. Есть что-то больше, чем просто говорить глубокое и красивое слово. Есть слово от Бога. Это слово Рэма. Это лично в мою жизнь, когда звучит проповедь. Это когда я пришел с разбитым сердцем. А иду с исцеленным сердцем. Это когда я пришел с подавленным состоянием. А иду домой свободной душой. Это когда я пришел в церковь с множеством вопросов. А иду домой с ответом. это когда Слово Божие, которое имеет силу, изменяет мою жизнь. Аллилуйя. Я сегодня приглашаю всех братьев, служителей, всех проповедников. Возможно, ваша проповедь очень простая. Но просите у Бога, чтобы Бог давал Рэма в этой проповеди. И Слово это касалось людей. И исцеляло людей. Потому что есть разные проповеди. Но важно, чтобы было достигнуть цель. чтобы наша локальная церковь, церковь жатвы, она была духовной больницей. Духовное восстановление. Здесь происходила встреча с Богом. И Бог, чтобы восстанавливал и исцелял и спасал грешников. Аминь. Это очень важно. Во время той же самой проповеди Бог может проговорить каждому из нас. Несколько слов, но от Бога. А ответы бывают очень серьезные. Когда мы собираемся, дабы открыты наши уши, наш разум, наше сердце услышать Слово от Бога. И чтобы Слово Божие изменял нас в образ Христа. Кто-то сказал такую очень важную мысль. Запомним это правило. Слово Божие удержит нас от греха, либо грех удержит нас от Слова Божьего. Либо Слово Божие удержит нас от греха, либо грех удержит нас от Слова Божьего. Перехожу к третьему пункту. Я постараюсь быстро подытожить, подойти к концу. Это служение друг другу. В церкви мы служим друг другу. Кто-то словом, кто-то молитвой, кто-то организационные вопросы, кто-то своим имением, финансами, Бог призывает каждого служить. И тот же самый стих я читаю в Коринфянам. Дальше апостол Павел продражает, у кого есть псалом, есть поучение, дальше есть язык, есть откровение, есть толкование, все сие к назиданию. Это уже говорится о служении. То есть даром нашим, который мы имеем, мы служим. Друзья, мы получили призвание от Бога, чтобы служить друг другу. Апостол Петр говорит, служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрый домостроитель и многоразличной благодати Божией. Мы говорим о том, что призвание к служению, служить друг другу, это призыв. Я хочу немножко здесь поговорить о самом призвании. Я встречал множество людей, которые всю жизнь ищут своего призвания. Понимаю, что каждый должен делать что-то в церкви. Иногда люди делают попытки, при определенных трудностях они просто уходят в сторону, потому что не уверены в этом. и иногда встречаешь людей, кому 35-40 лет даже больше, и они все еще ищут свое призвание. И есть такая знаменитая фраза «ищу свое призвание». Я хочу ставить в этом одну важную мысль. Что нам нужно номер один делать? Сначала нужно искать не призвание, но призвавшего. Сначала нужно стремиться не к призванию, но к зовущему. вы помните, когда Иисус призывал Петра и Иоанна, он говорит «следуй за Мной». А потом я сделаю вас ловцами человеком. В начале призвания, а потом служение. настоящий призыв Божий это призыв сначала к Нему. А когда мы в Нем, Он вводит в нас призвание наше. И когда мы знаем, мы никогда не знаем, что стоит за этим призванием, но последовать за Ним, Он знает, как нас ввести в это призвание. Главное призвание это «следуй за Мной». И я сделаю вас ловцами людей. То есть Иисус, который призывает нас, будет что-то делать внутри нас. Это Его внутренняя личная работа внутри нас. Учить нас, изменять нас, преображать нас. сделать готовыми, а потом ввести нас в призвание, в служение. Вы знаете, существует такая общая фраза, сейчас все больше мы ее слышим, это выгорание. Слышали? Говорят, что выгорел в своем служении. Устал, обессилился, вычерпался, стал пустым. Я хотел бы оставить мысль всем. если ты будешь в нем, ты никогда не выгоришь в своем служении. Дорогие мои, если мы будем в нем, мы не выгорим в нашем служении. Если ты пребудешь в нем, твой источник это в нем все. Источник силы в нем. поток благодати для тебя в нем. Твой дух заражается в нем. Ты питаешь свои духовные силы именно через него. Ты уделяешь достаточно времени для него. Ты не выгоришь, потому что твой источник, он не имеет предела. Твой источник всегда будет обновлять тебя. Твой источник всегда будет двигать тебя. Но если твое служение это ты, это и все, тогда быстро можно выгорить служение. Но если твой источник это он, в нем нет предела, если я каждому лидеру и служителю прибыть в нем, и он поведет нас, и он даст служение, и он даст призвание, он подготовил и пошлет дальше. Вы помните, когда Иисус избрал семь свят учеников, он поставил по два, и поставил их перед лицом своим, и послал их туда, куда сам хотел идти. Дорогие мои, Иисус послал их туда, куда сам хотел идти. Там, где нужда, там, где боль, там, где нужно исцеление, там, где его воля. Один американский спикер сказал такие слова. Призвание это ответ на нужду, которая есть в твоей церкви. призвание это не всегда прямой голос от Бога. Или даже не хаби, но нужда, которую имеет локальная церковь на это время. Твое призвание, оно может быть даже не то, что ты любишь делать. Даже не всегда то, что тебе нравится. даже не всегда то, что тебя мотивирует, но когда ты входишь в служение, Бог может тебя изменять и готовить. Самое главное здесь верность Богу. Я помню, что мое официальное служение в церкви жатва, знаете, какое было? Я это делал с радостью. филисосил после каждого служения. Потому что американцы должны были потом заходить. И надо было, чтобы в линии, вот карпет был не такой, понимаете, о чем я. Надо линии было вывести правильно. это надо было делать в 10 вечера. Потому что мы вечером в субботу открывали церковь наша. А потом еще в ночную работал. А еще на утро старались быть в другой церкви, потому что надо поддерживать отношения. Это дело с большой радостью. Я не фалюсь. Я это делал ради Господа. Мне приятно было. Иногда даже сокрушался и говорю, Господь, здесь сам один. И мне приятно, что я могу что-то сделать для тебя. Дорогие мои, у нас особая честь и привилегия служить для Иисуса Христа, для Его Церкви. Я хочу вдохновить каждого, чтобы мы с большим желанием служили в Церкви. Просто посвятились для себя. Апостолы, они понимали, что были недостойны. И писали, я раб Господа Иисуса Христа. Недостойный, но Он меня призвал. Простил меня, оправдал и дал мне возможность служить в Церкви. Дорогим, если имеешь душепопечительство, призвание, служи. Если вы имеете молитвен служить, может что-то организовывать, служи. Может быть служителем, служи. Можешь кого-то утешить, служи. Может, с финансами, служи. служите Господу тем, чем можешь. Каждый своим даром. Дорогие мои, это сегодня призыв от Бога. Сделайте это решение внутри себя. Я хочу что-то сделать в моей жизни, служить Богу. Потому что это очень важно. Это все в нашей жизни. Апостол Павел, находясь в тюрьме, как верный служитель Божий. Ефесянам 4 главе 1 стихе говорит, Я находящийся в заключении ради Господа. Умоляю вас, раз вы призваны Богом, живите достойно вашего призвания. Я, therefore, a prisoner for the Lord urge you to walk in a manner worthy of the calling of which you have been called. Дорогие мои, мы идем в заключение нашего служения. Я призываю подняться нас на ноги. как важно нам в нашем призвании идти за Ним. Как Иисус, проходя рядом, увидел Петра и Иоанна, увидел что-то доброе, сказал, следуй за Мной. Он не говорил, что будет потом. Он не говорил, Петр, какая твоя смерть будет. Он не говорил о том, как скудно придется жить. Следуй за Мной. К другому приходит. Ты тоже следуй за Мной. Еще кому-то приходит, тоже приходит. Встречались те, которые опечалились и отходили. Но были те, которые сказали, «Я пойду за Ним». Дорогие мои, Иисус проходит рядом, и Он зовет нас лично. И говорит, следуй за Мной. Иди за Мной. И Я с Тебя сделаю кого-то. И Ты будешь делать великие дела Мои. Слава и Главной, иди за Мной. И Я сделаю Тебя. Дорогие мои, не мы делаем себя, но Он, призвавший делает нас сильными. Апостол Павел говорит, «Я все могу в укрепляющем меня, Господи. Я от всего отказался. Все за ссор посчитали ради Него, за которыми иду. Идите, бегите так, чтобы не бить просто воздух, но получить награду от Бога. Служите. Апостолы призывают. Они поняли цену служения. Говоря, служите Ему от души. Достойно служите. Как для Господа делайте. Как ради Господа. На сто процентов. Отдайте себя Ему, потому что Он отдал себя. Небо оставил, распростер свои руки на кресте. Говорит, «Я отдаю себя полностью». Ради Него стоит от всего отказать. Ради Него иди за Господа. Как это делали помазанники Божьи. Моисей шел за Богом. Иди даже если придется перед тобой море. Иди даже за Ним, когда при тобою раскаленная печь. Иди за Ним, если даже львиный ров приготовлен. Иди за Ним если опасность на реках от разбойников от лжебратов. Иди. Он сделает тебя сильным. Он сделает тебя сильным. Дорогие мои, мы идем к молитве. И как всегда у нас открыт алтай. Кого-то Бог может зовет к служению. И вы не можете никак сделать это решение. Не знаете, что делать, как дальше идти. Иногда просто вы видите этот как бы благ пред вами и вы не знаете как пройти. Я сегодня призываю вас к нему. Сначала к нему. А он дальше поведет. И сейчас мы будем идти к нему. И кто хочет прийти к нему, чтобы он вас взял и повел дальше, это сегодня призыв к этому. Церковь, давайте будем молиться. А если кто-то нуждается в этой молитве, приди склонись у алтаря, призвавши, призываешь и ждет тебя. Тот, который зовет, он ждет тебя. Друзья, Господь, я хочу сегодня отдать себя для служения. А ты знаешь, что нужно делать дальше, Господь. Церковь молимся, а кто нужен, ни 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 ни